ПРОКС ПТИКА 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 Игру и выйти в финал, возможно, но не получилось. И сегодня уже как-то в первом матче более-менее отыграл. А во втором поплыл уже после третьего гола. Уже понимал, что не отыграюсь. Хотя вот по сравнению со вчерашним, мы тут заменили мониторы, да, и стало проще играть. И, может, из-за этого я столько пропустил голов, не знаю, с чем это связано. То есть вчера я отыграл больше на сухую, больше в защите лучше отыграл. Сегодня, к сожалению, много пропустил. И обратно вернуться в игру не получилось. Да, кстати, все игроки жаловали, что вчера были какие-то проблемы. Можешь рассказать, в чем они заключались, что мешало показывать хорошую игру? Ну, просто вот когда ты играешь, да, ты не можешь, как бы, ну, отклик, как бы, плохой. Вот. И, может, это дело даже не в самом, как бы, телевизоре. Ну, не в самом телевизоре. Хотя, вот сегодня, я же говорю, поменяли на монитор, и стало лучше. Но все равно чувствуется какой-то дискомфорт. Не знаю, то есть, ну, вот я, может, я просто приспосабливаюсь плохо вот к таким условиям. Вот. Не знаю, как это объяснить. Сегодня было получше. Вот. А вчера вообще, ну, очень сложно было играть. И игроки тоже говорили, что, ну, вот, полный трэш. Ну, вот, как-то так. С момента нашей предыдущей встречи было на турнире Intercontinentals. Что произошло с тех времен? Ты подобрался на этот турнир. Чем еще запомнились эти месяцы? Да, в общем, ничем. Вот, то есть, тут турнир, который я посетил, вот, в Бангкоке, да. И, собственно, вот, следующий, это был, вот, Кубок России, отборочный. То есть, в Украине просто не так, очень мало турниров. То есть, даже, вот, был турнир один, единственный, от Динамо Киев. Там тоже не проходит призовой фонд был. Но, да, ты совпали с Бангкоком. И я решил, конечно же, лететь в Таиланд, посмотреть на организацию. Все шикарно. Вот. И призовой, да, больше, как бы, по сравнению, понятное дело. Ну, то есть, выбрал этот путь, этот турнир. По поводу подарков, которые ты привез в Бангкоке. Что ты привез, если не секрет? И пригодилось ли это тебе? Да, в общем, ну, как приходилось. Футболочки привез такие со слоном, вот, с футбольным мячиком. Типа, ну, я шлифую, играю все-таки, вот, решил выбрать это. Ну, а так, такие статуэтки, Будды, там, такое, по мелочам. То, что ты прошел сюда, это, можно сказать, успех. Все-таки это довольно масштабное мероприятие. И даже то, что ты уже отобрался сюда, это круто. Да, я не могу сказать, что это, как бы, плохо. Да, это нормально, но топ-4, это, конечно, ну, из четырех игроков топ-4, это всегда провал, как бы, считается. Да, то, что сюда попал, это все хорошо, но я ожидал хотя бы минимум, ну, топ-3. Ну, топ-3, скажем так, ладно, я ожидал. Я не нацелился, может быть, там, на первое место, там, или на второе. Хотя, опять-таки, повторюсь, вот, вчера я был близок, в принципе, к тому, чтобы как-то навязать игру, и, возможно, там, может, где-то повезти, повезло бы, и прошел бы финал. Но, если бы, так и бы. Я слышал, что звук на сцене был очень громкий, и вы слышали по комментаторам. Это правда? И вытекающий из этого вопрос, то, что комментировал Виктор Кусев для многих кумиры, мы многие выросли на его трансляциях, это бы не мешало? Нет, я одевал вот эти наушники, там, ну, свои, да, обычные капельки, и сверху вот наушники, которые предоставали организаторы, не было ничего слышно, ну, то есть, заглушало полностью звук. Вот, может, и сегодня надо было вот с Робертом за третье место играть без наушников, как-то, наверное, вот это было ошибкой. То есть, как-то расконцентрироваться, то есть, не слушать музыку, там, и это, то есть, возможно, это как-то помешало, надо было. Вот. Потом будешь им пересматривать эти матчи, как твои действия, комментировал Кусев? Да, возможно, пересмотрю. Ну, если честно, вот, скорее всего, игру с Антоном присмотрю, последнюю не буду, потому что там беда получилась, то есть, много пропустил голов, и не хочу даже смотреть как-то, ну, не знаю. Я слышал, что ты сюда приехал не один, а с родителями. Как они поддерживали тебя, и помогло ли это? Ну, мама приехала, вот, она вчера не смотрела в финал, ну, она со знакомыми приехала, вот, и знакомые смотрели. Вот, она нет, а сегодня она все-таки за третьем, матч уже за третье место, как бы, ну, можно уже посмотреть. Вот, смотрела, да, сидела. Ну, старался, что... Не знаю, как это помогает или не помогает, но всегда лучше, когда поддержка какая-то. Вот, ну, я, как бы, не обращал, как бы, на это внимание, не думал, там, кто там за меня болеет, я просто на игре сосредоточился, и все. И твои слова фанатам, полейщикам команды «Фрокс», «Привет» и так далее. Ну, «Привет» всем стандартно, кто меня поддерживал. Ну, там, друзья. Ну, я знаю, то есть, в Харькове там смотрели трансляции, там, со вчерашнего дня, сегодня. То есть, спасибо всем. Думаю, что в будущем какие-то будут турниры, но, опять-таки, в Украине... Ну, то есть, намечается турнир опять, возможно, «Динамо Киев», вот, летом, вот, говорили. То есть, тогда, если никуда не поеду опять, то есть, на какой-то турнир, там, опять, или в Бангкок, или куда, я не знаю просто, какие будут отборочные, куда, потому что, вот, «Ультимей Тим» турнир, вот, этот масштаб «ДАТС-спорт» уже закончился, как бы мы туда не попали. Вот, то есть, там уже на следующий год, если сделают более-менее, можно будет адаптироваться к «Коннекту», потому что, вот, во Франции, допустим, и в остальных странах, это... Великобритании, то есть, у них задержки нет, а у нас, соответственно, задержка, и СНГ-игроки сложно очень через онлайн пройти отбор. Вот, «Тимон» только был в «Мадриде», потому что у них были отборочные вот в «России», в «Казани». Вот, там Роберт в финале встречался с «Тимоном», и «Тимон» выиграл и поехал вот в «Мадрид» представлять «Россию» на оригинальных отборочных к «Ультимей Тим Чемпионшем». Спасибо еще раз. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова